Здравствуйте, я Дерек Уокер, пастор Библейской Церкви в Оксфорде. Сегодня я хочу поговорить на самую противоречивую тему в теологических кругах, поэтому приготовьтесь думать. Мы поговорим о том, наше спасение поделяется свободной волей человека или по Божьей суверенности. Обычно люди делятся на две категории. Армениане, которые верят в свободу выбора человека, то есть считают, что наше спасение — это наш выбор, и кальвинисты, которые считают, что все начинается с суверенности Бога, то есть мы спасаемся, потому что Бог выбрал нас для спасения. Сперва кажется, что эти взгляды противоположны и взаимоисключающие. Кто-то из них прав, а кто-то нет. Человек спасается, потому что так запланировал Бог, или же потому что он сам выбрал Христа. «Где правильный ответ?» Этот вопрос стал причиной множества разделений в церквях. Обе стороны считают, что они правы, потому что у них есть места Писания, подтверждающие их правоту. Однако им сложно противостоять Писаниям другой стороны. Иногда люди думают, что они оба правы, есть и суверенность, и свобода выбора, но только мы не понимаем, как это все работает. Как Бог может выбрать кого-то для спасения, при этом Он подарил нам полную свободу выбора. И сегодня я хотел бы поделиться с вами решением этого парадокса и рассказать, как можно верить в то и другое одновременно. Начну с Армениан. Я хочу представить вам обе стороны. Итак, мы все знаем, что у нас есть свобода выбора, и мы сами решили поверить во Христа. Писание говорит, что Бог желает, чтобы все люди спаслись. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись. Иисус умер за все человечество. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Это не совпадает со взглядом кальвинистов, которые считают, что одних Бог избрал для спасения, а других — для погибели. А еще Библия говорит, что Бог любит весь мир, Он предлагает спасение всему человечеству. То есть любой, кто поверит, будет спасен. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Всякий может быть спасен. Это не совпадает с идеей кальвинистов о том, что Бог заранее определил, кто будет спасен. Кажется, что кальвинизм отрицает любую свободу выбора, говоря тем самым, что свобода выбора есть только у Бога. Если Бог заранее определил тех, кто спасется, то любой наш выбор — это лишь иллюзия. Армениане согласны с тем, что Бог суверенный, Он может делать все, что пожелает, но также Он суверенно решил создать нас по своему образу. А это значит, что мы тоже имеем суверенность над своей жизнью. То есть мы имеем свободу выбора, и Бог уважает ее, даже если это означает, что мы пойдем в ад. Кальвинисты считают, что наше спасение полностью основано на суверенной Божьей благодати. В этом случае вся слава принадлежит только Богу, потому что даже наша вера — это результат Божьей суверенной благодати, действующей в наших душах. То есть в этом нет никакой нашей заслуги. Но с другой стороны, может ли Бог прославляться тем, что Он множество людей отправляет в ад, не давая им возможности никак повлиять на это. Они были обречены еще до своего рождения, потому что Бог суверенно решил не спасать их. Это сразу же поднимает вопрос о праведности Бога. Я никогда не мог согласиться на то, что Бог заранее определил, что одни будут спасены, а другие погибнут. Библия говорит, что Бог нелицеприятный, а еще Он праведный и справедливый во всех своих делах с людьми. Я верю, что Бог дал человеку свободу выбора, чтобы он мог принимать или отвергать его, иначе мы бы были просто роботами. А в этом нет смысла. Чтобы лучше понять разницу между этими точками зрения, давайте рассмотрим пять пунктов кальвинизма. Номер один — это полная безнравственность. Это означает, что грех настолько извратил человека и подорвал свободу его выбора, он потерялся во тьме греха, и без Божьей благодати он не мог бы прийти к Богу и спастись. То есть сам он к этому прийти не может. Армениане с этим согласны, но добавляют, что хотя человек и потерялся во тьме греха, Дух Божий работает над всеми людьми, и всех их влечет к Богу. Тем самым он дает возможность спастись каждому человеку, если тот отреагирует на свет Божий. Итак, полная безнравственность не означает, что кальвинисты правы, потому что Дух Божий работает над всеми людьми. Номер два — это безусловный выбор. Это означает, что еще в вечности Бог избрал определенных людей для спасения. По умолчанию все остальные не будут спасены. Выбор безусловный, то есть он не основан на каких-либо качествах человека, и даже не на его вере, а только на суверенной воле Бога. Это явление также известно как предпознание. То есть Бог решил познать или подарить свою любовь избранным еще в самом начале. А затем тех, кого он заранее познал и полюбил, он предопределил для спасения. Должен сказать, что есть места Писания, которые, кажется, поддерживают эту точку зрения. Арменианам сложно это принять, потому что тут полностью исключена свобода выбора человека. А еще тут наблюдается двойное предопределение. Одних Бог предопределил для спасения, а других — для погибели. Армениане по-своему толкуют слово «предпознание». Они считают, что это значит, что Бог заранее знал, кто поверит Ему, и на этом основании избрал их и предопределил для спасения. Таким образом, сохраняется свобода выбора. А также видно, что наше спасение — это наш выбор, а не выбор Бога. Номер три — это ограниченное искупление. Некоторые кальвинисты считают, что Христос умер не за весь мир, а только за избранных. Не все в это верят, потому что это противоречит Писанию. Но все же многие из них верят, что Иисус умер не за весь мир, потому что какой Ему смысл умирать за тех, кого Бог уже определил на погибель? Получается, что это впустую потраченные силы. Номер четыре — это непреодолимая благодать. Звучит хорошо. Те, кого Бог суверенно избрал, должны быть спасены. А это означает, что Бог должен преследовать их своей благодатью, чтобы спасти их. Получается, что перед этой благодатью нельзя будет устоять. Как бы человек не противился ей, все его усилия будут тщетными, потому что Бог сделал ее непреодолимой. Но это противоречит свободе выбора. Получается, что Бог заставляет избранных спастись. Армяниане считают, что Божьей благодати можно сопротивляться. Бог действительно преследует нас к своей любовью. Но он не навязывает нам свою любовь и благодать. И далее номер пять — это устойчивость святых. Еще это называют «спасться однажды, спасся навсегда». Для кальвиниста, безусловный выбор означает, что избранные должны быть спасены, а это означает, что они должны верить и быть устойчивыми в своей вере до самого конца. А Божья благодать гарантирует им эту устойчивость. А если человек падает, если он не устоял в вере, то это означает, что он не из избранных. Но потом человек может покаяться, и это докажет, что он все же из избранных. С другой стороны, армяниане верят, что можно потерять спасение. Это непросто, но если вы отвергнете Христа, если вы позволите греху настолько править с вашим сердцем, что отвергнете Христа, то так вы можете потерять свое спасение. Как видите, это очень важные вопросы. Главная проблема — это предпознание. То есть все начинается с предпознания Бога или с его безусловного выбора. Это никак не вяжется со свободой выбора. Но в Библии я сталкивался с такими местами Писания, которые просто не мог объяснить с армянианской точки зрения. Первое место — это Ефейсинам 1, глава 4 стих. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Речь идет о том, что Бог выбирает нас для спасения еще до создания мира. Это глубокое высказывание. Тут сказано, что мы были избраны, чтобы быть с Его невестой еще до основания мира. Но подумайте не только о своем спасении, а даже о своем рождении. Это было настолько маловероятно. А что, если бы ваши родители решили не заниматься любовью в ту ночь, когда вы были зачаты? А что, если бы они никогда не встретились? А что, если бы другой сперматозоид проник в яйцеклетку? Но мы пойдем еще дальше. А что, если бы ваши прабабушка и прадедушка никогда не встретились бы? Если хорошенько подумать, то ваше существование было весьма маловероятным. Кто-то мог бы появиться на свет, но это были бы уже не вы. Вам либо очень сильно повезло появиться на свет, или же тут сыграла Божья суверенность. А если Он выбрал вас, чтобы вы родились и были спасены еще до создания мира, то Богу приходилось бы постоянно контролировать историю. Именно так верят кальвинисты. Но это никак не совпадает с убеждениями армяниан, которые считают, что все во Вселенной держится на свободе выбора человека. К тому же, представление армяниан о слове предпознания не совпадает со значением этого слова в Писании. Давайте поговорим об этом, потому что это ключевое слово. Армяниане считают, что речь идет о всемогуществе Бога и о том, что Он все знает наперед. Но когда это слово используется в Библии, то оно используется по отношению к воле Бога и к Его плану. То есть, по воле Божией, какие-то происшествия были предопределены. Например, Деяние 2 глава, 23 стих. «Его, отданного в вашу власть, по замыслу и предначертаниям Божьим, вы руками язычников пригвоздили ко кресту и убили». То есть, Иисус был убит, но это был план Божий. А в первом послании Петра, 1 главе, 20 стихе, оно переведено как «предназначенный». «Предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас». Когда это слово «предпознание» применяется к людям, оно означает «обратить свое сердце или полюбить кого-то заранее». Когда мужчина видит женщину, он устремляет на нее свою любовь. Он выбирает ее. А вот что означает слово «предпознание». А затем он пытается привлечь ее к себе. Когда Библия говорит, что Бог познал нас в вечности, это означает, что он настроил свое сердце на нас, полюбил нас, а потом привлек нас к себе. Это согласуется с мнением кальвинистов. Это видно на примере Израиля. Второзаконие, 7 глава, 6 по 8 стих. «Ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов. Принял вас Господь и избрал вас. «Ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь». Книга Амоса, 3 глава, 2 стих. «Только вас признал я из всех племен Земли». Конечно же, Бог знал обо всех народах, но здесь «признал» говорит о личных взаимоотношениях. У меня с вами личное заветное отношение. Итак, предпознание означает выбрать заранее человека и проявлять к нему свою любовь. Римлянам, 11 глава, 2 стих. «Не отверг Бог народа своего, который он наперед знал». То есть, он сделал их своим избранным народом. Предпознание и выбор — это примерно одно и то же. Это означает, что Бог заранее решил познать нас лично, полюбить нас и привлечь нас к себе. Как он сказал в Иеремии, «Прежде нежели я образовал тебя в очереве, я познал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». То есть, еще до рождения Бог уже знал его и выбрал его. Иеремия, 31 глава, 3 стих. «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Как видите, Божья любовь к нам начинается еще до нашего рождения. Он выбрал нас, чтобы мы родились в этот мир, и полюбил нас. Этот стих говорит о романе Бога с нами. Он полюбил нас еще до нашего рождения на основании своего познания. И он заранее выбрал нас, чтобы мы были его невестой. Вот вам и учение о выборе. Об этом сказано в 1 послании Петра, 1 главе, 2 стихе. «Мы избраны по предвидению Бога Отца». Если это правда, то это для нас огромное утешение. Кальвинистам нравится их теория, потому что она говорит о гарантированной Божьей любви. Бог избрал именно нас. Мы занимаем особое место в Его сердце. Он еще до начала мира решил полюбить нас, и мы в безопасности в Его любви. Лучший стих о предпознании Бога — это Римлянам 8, глава 29 и 30 стихи. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал через Евангелие. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Здесь видно, что Бог суверенно и безоговорочно совершает наше спасение от начала до конца. Мы же познаем Его лишь тогда, когда Он призывает нас к Себе. Здесь сказано, что все началось в далеком прошлом, когда Бог предузнал нас, то есть выбрал. А потом Он предопределил нас для спасения. Вот это романтика искупления. Он полюбил свою невесту, а потом разработал целый план, чтобы завоевать ее, преодолев все преграды. Он ухаживает за ней и завоевывает ее, затем освящает и прославляет ее. Прекрасная романтика искупления. В послании Ефесианам тоже сказано об этом. Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным. Итак, Он избрал нас, потом предопределил нас, а теперь Он суверенно делает все для достижения Своей цели, чтобы мы жили в похвалу Его славы. Итак, если мы спасены, это дает нам огромную уверенность в том, что мы избранные объекты Божьей безграничной любви. Но тут совсем не остается места для свободы выбора. А если свободы выбора нет, то все это бессмысленно. И наша любовь к Богу — это лишь иллюзия, и она не имеет никакой ценности. Я хочу показать вам оба мнения по этому вопросу, а также предложить вам идею, которая станет решением этого парадокса, сохранив при этом лучшее из двух мнений. Она подтвердит наличие свободы выбора, а также суверенность Бога. Для этого нам нужно поставить себя на место Бога и представить суверенный выбор Бога еще до появления нашего мира. Мне кажется, что проблема тех точек зрения в недостатке воображения. Мы настолько зациклились на нашей Вселенной, что нам сложно представить что-то другое. Нам сложно представить Бога, живущего за пределами времени и те решения, которые Ему предстояло принять перед появлением нашей Вселенной. Мы склонны думать, когда Бог говорит о том, что выбрал нас до основания мира, это означает, что Он посмотрел на всех людей во Вселенной и выбрал кого-то для спасения. Но, как мы уже выяснили, это было бы несправедливо и против свободы выбора. Но если вы попробуете поставить себя на место Бога, то поймете, что Его выбор выглядел совсем не так. Бог в Своем могуществе знает не только то, что произойдет в этой Вселенной, но также и все возможные последствия или все возможные Вселенные. Иными словами, выбор Бога — это не ограниченное число людей в этой Вселенной, а безграничный выбор среди всякого рода людей, которые могли бы жить во всех возможных Вселенных. Надеюсь, вам это понятно. Чтобы решить этот парадокс, нам нужно понять, что выбор Бога не ограничивался только одной Вселенной. Получается, что стандартный взгляд ограничивает могущество Бога и Его суверенность. Давайте я попробую показать вам это в Библии. Иисус сказал в Евангелии от Матфея, 11 главе, 23 стихе, «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня». То есть Иисус знал что-то об альтернативной Вселенной, куда Он пришел в другое время и пришел в Содом времен Авраама. Если бы Он творил чудеса там, то они бы покаялись. Откуда Иисус смог это знать? Отец открыл Ему это. А откуда же знал Бог, если такой ситуации никогда не было? В Своем могуществе Бог знает не только то, что происходит в этой Вселенной. Он знает все возможные Вселенные. И это открывает наш разум для целой сферы новых возможностей. Иными словами, до создания мира Бог увидел все возможные Вселенные, которые Он мог создать, и все существа, которые появились бы в этой Вселенной. Если говорить романтическим языком, а это язык Евангелия, то в каждой из этих Вселенных его интересовало, какая там получится невеста. В каждой Вселенной были бы люди, которые любили Его и были Его невестой. В конце, та Вселенная была бы уничтожена, и осталась бы только невеста, то есть искупленные люди, которые выбрали любить Его. Бог мог посмотреть на все Вселенные, как на картины в картинной галерее. В каждой из тех Вселенных на первом плане была прекрасная невеста. И выбор Он сделал. Не внутри одной картины, а среди многих картин, и выбрал одну невесту, которую захотел. Как только Он выбрал ту невесту, которую захотел, Он провозгласил о создании именно той Вселенной, и так появились мы с вами. Разве это неудивительно? Такой взгляд на выбор логически необходим. То есть Бог выбирает не то, кто будет спасен, а кто нет, потому что в этом взгляде есть проблема. Он выбирает одну невесту из многих возможных. Как богатый человек, у которого есть достаток и красота, все в нем идеально, и Он может выбрать любую женщину в мире. А еще Он заранее знает, какие женщины примут Его, а какие отвергнут. Даже в этом случае остается множество женщин, готовых принять Его. Но Он выбирает ту, одну, которую хочет Он. Именно так и сделал Бог. Он выбрал ту, одну невесту, которую захотел из всех возможных невест. А потом создал ту Вселенную, в которой потом появится та самая невеста. И это была наша Вселенная. Это удивительно. Он выбрал определенную невесту, а это означает, что Он выбрал нас. Если бы Он не хотел вас таким, как вы есть, то Он мог бы выбрать другую Вселенную. Может, лишь немного другую, но там бы не было вас. Это означает, что Он хотел именно вас. Он избрал вас еще до основания мира и создал именно ту Вселенную, в которой будете вы, и где вы будете частью Его невесты. Это означает, что вы чрезвычайно, особенно для Бога, слава Ему во веки веков. Если подумать обо всех возможных Вселенных, то многие из них не смогли бы поддерживать жизнь. Поэтому Бог избрал ту Вселенную, чьи законы могли поддерживать жизнь. Ученые до сих пор удивляются тому, как прекрасно устроена наша Вселенная. Это одна из причин, почему Бог избрал ее для своей Вселенной. Бог мог бы создать Вселенную существами, у которых нет свободы выбора и никакой свободной воли. В ней есть свои плюсы. Там не было бы ни греха, ни страданий, но отсутствие свободы выбора означает и отсутствие любви, потому что любовь — это проявление нашей воли. В этой Вселенной могла бы быть невеста, но в ней не было бы никакой ценности. Поэтому Бог сузил свой выбор до Вселенных, где есть существа с максимальной свободой выбора и воли, существа, созданные по его образу. Только такая Вселенная могла удовлетворить и порадовать его сердцем. Но при наличии свободы выбора и воли, грех практически неизбежен, и он может заразить Вселенную страданиями и грехом. Но даже это Бог мог обратить во благо. Грех давал ему возможность демонстрировать свою любовь и силу так, как это было бы невозможно в безгрешной Вселенной. Чтобы продемонстрировать что-то невероятное, он воплотился в свое творение и стал человеком. И из любви он положил свою жизнь, чтобы искупить свою невесту. Это привело бы к тому, что она полюбит его еще больше, потому что он спас ее от ее греха. В конечном результате у него будет еще более славная невеста, приносящая еще больше славы жениху. Это объясняет, почему наша Вселенная именно такая. Она несовершенна из-за греха падения. Чтобы иметь самую славную невесту, Бог ограничился Вселенной со свободой выбора существами, созданными по его образу, которые поддались бы силе греха, но были бы искуплены его кровью. Даже в этом случае оставалось безграничное число возможных невест в безграничном числе возможных вселенных. Затем он решил, что появится именно наша Вселенная, а это означает, что он выбрал именно вас, а не кого-то другого. И это невероятно. Это означает, что вы невероятны. Это мнение поддерживает обе точки зрения по этому вопросу. Оно поддерживает мнение о том, что мы имеем свободу выбора, потому что Вселенная, выбранная Богом, это Вселенная со свободой выбора с людьми, созданными по образу Бога. Здесь человек спасается потому, что решает принять Христа. А если он погибает, то потому что решил отвергнуть Христа, а не потому что Бог предопределил это заранее. Но эта теория также поддерживает мнение о суверенности Бога. Тут говорится о еще большей суверенности, чем та, в которую верят кальвинисты. Бог не только суверенно сделал выбор среди нескольких миллиардов людей в этой Вселенной. Он выбрал нас из безграничного числа возможных вариантов выбора среди всех возможных Вселенных. Он выбрал именно нашу. Он делает нас невероятно ценными. Бог решил, чтобы существовали именно вы. Он любит вас, и вы очень ценны и важны для Него. Вот в чем проявляется Божия суверенность. Божия суверенность.